с операцией на Украине. Ракеты могут ювелирно поражать цели на расстоянии в 500 километров. Об одном из самых грозных современных боевых комплексов, аналогов которому в мире нет, Михаил Федотов. Расчет, разбаскирай машину к бою! Есть к бою! На подготовку к движению 5 минут расчет ракетного комплекса «Искандер» стягивает масксетку с боевой машины. Водители заводят газотурбинные двигатели, пусковая установка начинает марш в заданный квадрат. Выбор точки запуска, как правило, за водителем. Важно учесть несколько деталей. Главное, чтобы не болотистая место было и более-менее ровная. Ну и чтобы всяких препятствий поменьше было. Мало ли что, сгорание, еще что-нибудь. Все-таки портовые газы идут. Расчет этого оперативно-тактического комплекса выполнил более 10 пусков за время спецоперации. Все ракеты достигли целей. Уничтожены военные аэродромы, склады с горючим и боеприпасами, системы ПВО, замаскированная техника. Первые пуски производились, конечно, было страшно немножко, волнительно. Но последующие пуски, когда за тобой такая мощь сзади возлетает, чувствуется уверенность в себе, уверенность в своем оружии. В данном комплексе, тем более. И учитывая, что оно высокоточное, и ты знаешь, что эта ракета полетит точно в цель. Координаты цели добывают беспилотники. Данные передаются в подразделения и дальше приходят в бортовой компьютер «Искандера», который программирует полет ракеты. Пусковая установка на позиции, полная боевая готовность. Координаты цели получены, зал будет с минуты на минуту. И теперь самим необходимо уйти на безопасное расстояние. Открываются створки ракетного отсека, поднимается пусковой контейнер. Это был пуск Р-500. Крылатая ракета со сверхнизкой траекторией полета, которая может огибать рельеф местности. Перехватить практически невозможно. Сразу после залпа пусковая установка снимается с точки. После пуска мы сворачиваемся и в течение трех минут занимаем новую позицию. Для того, чтобы нас не обнаружил враг. Какой объект инфраструктуры Украины стал целью этой ракеты, не знает даже расчет. Но, судя по всему, удар был нанесен по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Мэр города признал, что высокоточным российским оружием там уничтожен склад с горючим. Михаил Федотов и Александр Боткин. Вести. Северный участок специальной военной операции.